Кышмыш столетия. Нагрузка шестилетнего куста. Подготовленный изюм. Кышмыш лучистый с мускатом. Очень вкусный получается изюм. Невероятно вкусный. Еще приготовили Кышмыш столетия. Первый класс бессемянности. Лучше чем Кышмыш столетия. Учистый Юпитер. Но возможно еще и Велес. Но Велес еще с косточками попадается. Для покушать или для выпечки Кышмыша пока я не встречал. Это наилучшее. На изюм мы приготовили летний королевский. Тут еще немножко цимуса, обрезки. Кышмыш столетия с одного куста. Два ящика получилось. Отличный виноград. Кышмыш лучистый. Тоже два ящика получилось. А Юпитер я еще не трогал. Ну и так много работы для сушилки будет. Из одного куста столетия получилось. Вот столько. 15 790 минус 800 грамм. Два ящика. Мы немножко с этого куста резали. Ну 15 килограмм на столетие. Учитывая то, что он легенький. Это очень прекрасно. Очень хороший результат. Теперь Кышмыш лучистый. Тоже один куст. Уберу немножко, чтобы можно было ящик поставить сверху. Это с одного куста. Тоже смотрите. 14 900 минус 800 грамм на два ящика. Тоже очень довольно-таки неплохо. Поскольку гроздь и ягода легкие, то 14 100 с одного куста очень даже неплохо. Мы тоже с одного куста уже на рынок набрали где-то пару килограмм. Ну вот. Очень хороший виноград будет на изюм. Всю зиму будем кушать и угощать своих знакомых. На этом, ребята, кстати, у меня на канале есть видео, как сушить изюм из Кышмыша. Из такого. Так что заходите. Я ссылочку дам под видео и постараюсь на видео. Заходите. Смотрите. А я традиционно с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего окружения. Помешивая болельщик на ваших садах и огородах. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Желаю вам успехов в труде и большого счастья в личной жизни. Благодарю за внимание.